В Орленке прошел финал третьего всероссийского турнира по уличному баскетболу для детей «Играй с нами». Состязание проводится под общим руководством Министерства спорта, туризма и делам молодежной политики России, Детского фонда «Виктория», Баскетбольной академии олимпийских чемпионов братьев Гомельских и клубом «Мини-баскет» Российской Федерации Баскетбола. В турнире принимали участие 12 команд – воспитанников детских интернатных учреждений из 7 регионов. До финала во Всероссийском детском центре дошли 6 из них. О победителе вы узнаете из следующего репортажа. Изначально турнир не подразумевал участие ребят из детских домов. Однако сердца организаторов легко откликнулись на предложение Детского фонда «Виктория». Мы включились в это движение год назад. Год назад, но так сложились обстоятельства, что наши партнеры, в общем-то, усмотрели в этом для того, чтобы как-то поднять самооценку наших детей. Потому что соревноваться нам еще с детскими и юношескими школами, наверное, рано, согласитесь. И поэтому они, в общем-то, сказали, давайте мы попробуем провести третий всероссийский фестиваль, не фестиваль, а турнир для детей-сирот и школ-интернатов. Вот именно так мы и провели. За день до открытия финальных игр состоялись матчи полуфинальной серии. Для того, чтобы отмести случайные победы, организаторы провели весь турнир по круговой системе. Таким образом, шансы команд были максимально равны. Результаты зависели только от сплоченности и веры в победу. Сегодня дети показали на площадке более осмысленную игру, более осмысленный баскетбол. Это значит, что у них есть перспективы, серьезные перспективы просто в этом виде спорта. И, соответственно, есть замечательное место, где они могут привести хорошее время, подружиться со своими сверстниками и друзьями. Основная цель турнира – популяризация уличного баскетбола в России. Он один из самых доступных детских видов спорта, в том числе для ребят, оставшихся без попечения родителей. Не нужно специальных площадок специализированных больших. Они есть в каждом дворе, можно сказать, в каждой школе. Но прежде всего мы хотим, чтобы дети, все, которые сегодня участвовали, они начали заниматься систематически прежде всего спортом. Чтобы достигали успеха не только в спорте, но и в жизни. Дорогие ребята, я желаю вам быть сильными, смелыми и доказывать это на своих спортивных площадках. Дружите со спортом. Удачи вам в турнире. Спасибо. В работе детского фонда «Виктория» программы всестороннего развития детей занимают особое место. А с помощью этого турнира, возможно, раскроются новые таланты и способности ребят, что не может быть не ценно тем, кто веру в собственные силы и ищет самостоятельно. На победу, может быть, мы не надеемся, но в призовых мы точно будем. Какой настрой сейчас? Мы готовы. Да, сегодня мы хорошо сыграли и мы готовы победить. Мы победим! Финальная серия игр проходила в яростной борьбе на площадках, но не в умах ребят. Соперники болели друг за друга. А вы сейчас все из печер, да? Нет. Мы с Апатит. А почему за других болеете? Мы за всех болеем. За всех, да. А с чем это связано? Не знаю, потому что мы как бы нехорошо очень играем. Подружились с ними? Да, мы очень подружились, хорошие ребята они. Девчонки очень добрые. Кто-то проливал слезы, но снова вставал в строй. И мальчишки, и девчонки продолжали играть с изцарапанными коленками и локтями. Ребята проявляли на площадках настоящий спортивный характер. И когда мы начали сегодня, и вчера точнее начали проводить соревнования, мы увидели, что действительно уровень у ребят неплохой. Он превзошел все наши ожидания. Я думаю, что этот турнир именно для детей и школ-интернатов, это, конечно, очень большое подспорье для дальнейшего совершенствования своих технических и тактических навыков для игры в стритбол. Думаю, что если эти же ребята приедут на будущий год, прозанимавшись целый год баскетболом, в частности, вот уличным баскетболом, то уровень будет намного выше. Обидно было, что мы проиграли. Мы бороться до последнего. Мы одной команде проиграли. Расстроились? Ну что ж, прошли эти два таких замечательных дня, когда наши ребята поучаствовали, поиграли. В общем-то, очень замечательно провели 30 игр. Финал турнира в Орленке прошел стремительно. И, наконец, пришло время ощутить вкус победы. Первое место у девчонок заняла команда из Ярцева. Среди мальчиков сильнейшие ребята из Шаталова. Оба детских дома из Смоленской области. Соперники победителей не судят, а, напротив, поддерживают. К поздравлениям команд присоединились гости Орленка и представители баскетбольного клуба ЦСКА. Участники турнира получили дополнительные призы из рук олимпийского чемпиона Сергея Тараканова. Когда были в интернате, у нас каждый день была тренировка. Когда мы сюда приехали, у нас тоже было два раза в день тренировка была тоже. Труда очень много, конечно, было. Слез тоже было. В чем секрет вашей победы? В тренировках, да. Много тренироваться надо. А еще чего? Силу победы. Да, силу воли иметь. После прекрасно проведенного времени на этой территории у нас появилось вообще желание повторить посещение этого замечательного места. В заключении еще состоялся концерт. Участников поздравили воспитанники детского дома из Шипси, Туапсинского района, вожатые детского фонда «Виктория» и вожатые «Орленка». Организаторы турнира надеются, что ребята продолжат заниматься стритболом, ведь в скором будущем этот вид спорта вполне может стать олимпийским. Алексей Васильев, Дмитрий Гришин, Тимур Баташев, Роман Петров, телеканал Орленок ТВ.